Хотел бы укрепить свое наследие Нурмагомедов обои с Порио, реванши с Магригором и претендентах на чемпионский титул. 12 июня 2019 года, 22-18. Сергей Стариков. Победы над Дастином Порио, Тони Фергюсоном и Жоржем Сен-Пьером помогут Хабибу Нурмагомедову не только укрепить свое наследие, но и стать лучшим бойцом вне зависимости от категории. Об этом заявил сам чемпион UFC в легком весе во время пресс-конференции, посвященной бою с Дастином Порио, который должен состояться 7 сентября в Абудаби. Нурмагомедов также рассказал, интересен ли ему реванш с Канаром Магригором, и раскрыл некоторые детали своего контракта с промоушеном. 7 сентября на турнире UFC 242 в Абудаби состоится долгожданное возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова. В последний раз он порадовал своих фанатов в октябре 2018 года, когда расправился с Канаром Магригором. Но скандальные события после схватки обернулись длительной дисквалификацией, которая заметно отсрочила дату его следующего поединка. В связи с тем, что россиянин не мог проводить бои, руководство абсолютного бойцовского чемпионата ввело временный титул чемпиона в легком весе, обладатель которого получал шанс сразиться с Нурмагомедовым. В итоге его завоевал Дастин Порио, взявший верх над Максом Холлоуэем. Неудивительно, что во время пресс-конференции внимание журналистов было приковано к Нурмагомедову. Представители СМИ поинтересовались у действующего чемпиона, что он думает о будущем сопернике. Расспросили о новом контракте с UFC и поинтересовались, почему для Хабиба так важно сразиться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Я не скучаю по боям. В последний раз мы видели вас в октагоне достаточно давно. Как поживаете? Я стал чуть более популярным. На самом деле много чего изменилось, в отличие от моего мировоззрения. Иду вперед. Могу сказать, что для меня бой с Порио не станет последним. То, что случилось в октябре, только начало моей карьеры. Также по теме. Преимущества Хабиба в портере и проблемы Достины с выносливостью. Почему Нурмагомедов? Явный фаворит в бою с Порио 7 сентября на турнире UFC 242. В Абудаби Хабиб Нурмагомедов встретится с временным обладателем пояса чемпиона организации в легком. Вы не выступали с октября 2018 года. Соскучились по боям. Немножко. Однажды я не дрался два года. У меня было две операции. Так что сейчас я тосковал не так, как тогда. Но я все еще голоден. Были времена, когда после побед я чувствовал, что радуюсь все меньше. Но не сомневайтесь, мне все это по-прежнему нравится. Это все, что я делаю в жизни. Но, честно скажу, я не скучаю по боям. Турнир UFC 242. Огромное событие для ОАЭ. Насколько вам важно победить именно здесь? Мы очень популярны в ОАЭ. Понял это, когда приезжал сюда. Просто не мог спокойно пройти по улицам. Примерно так же меня принимают в Дагестане. Учитывая отношение к смешанным единоборствам, не удивлен, что UFC решил организовать турнир именно здесь. Что для вас значит бой в Абу-Даби? Это будет большое и очень важное шоу. С удовольствием подерусь здесь. Лично для меня самое важное, что мой отец наконец-то сможет поддержать меня. Из-за проблем с визой он не может приезжать в США. Но в ОАЭ не должно быть проблем. Все билеты уже проданы. Это будет важный турнир для меня, семьи и команды. С нетерпением жду этот бой. Почему поддержка отца играет для вас такое значение? Это очень важно для меня. В последний раз отец был в моем углу в 2011 году. Не был рядом во время моих выступлений в UFC. Думаю, вместе с тренером Хавьером Мендесом они составят отличную связку. Это будет классное смешение стилей. Посмотрим, как все выйдет. Насколько остро для вас стоит проблема смены климата? Возможно, мне нужен месяц на адаптацию. Надо поговорить с отцом. Наверное, мы приедем в Абу-Даби за месяц до боя и будем тренироваться там. Недавно вы подписали новый контракт с UFC, в котором были определенные условия по поводу ваших партнеров по команде Зубайры Тухугава и Абубакара Нурмагомедова. Был ли там пункт, согласно которому они бы получили возможность выступить в Абу-Даби? Подписание нового контракта потребовало определенных компромиссов как с моей стороны, так и со стороны UFC. Когда меня спросили, собираюсь ли я драться в Абу-Даби, я сказал, что сделаю это, только если мои братья получат место в карде. Мы совершим наше возвращение, когда истечет срок наших дисквалификаций. Руководство промоушена, включая Дану Уайта, сделало все возможное, чтобы я мог выступить на этом турнире. Сожалейте о событиях, что произошли после поединка с МакГригором. Не совсем понял вопрос. Нет, ни о чем не жалею. Просто иногда приходится действовать в зависимости от ситуации. Если бы у меня была еще одна возможность, я поступил бы так же. Возможен ли реванш с Канаром? За последние три года он лишь раз взял верх, да и то в любительском боксе. В октябре 2018 мы уже встречались с ним. Тогда он сдался, умолял, чтобы я его отпустил, а сейчас говорит об ответном поединке. На очереди в Фергюсон. Нас интересуют те, у кого есть победные серии. Если их нет, то нам ни о чем говорить. Сейчас я сфокусирован на 7 сентября. Можете подробнее рассказать о пункте в контракте, согласно которому вы обязательно сразитесь с Жоржем Сен-Пьером. Честно говоря, не знаю, собирается ли он возобновлять карьеру. Я хочу укрепить свое наследие, победить Пория, Фергюсона и Сен-Пьера. Только после этого я стану первым номером рейтинга. Вне зависимости от весовой категории. Это моя цель. Многие говорят, что в будущем вы можете встретиться с Сен-Пьером и Фергюсоном. Но не планируете ли вы перейти в полусредний вес? Я бы хотел остаться здесь. Если в UFC появится дивизион до 160-165 фунтов, то я подумаю. Не знаю, почему вы вообще спрашиваете. Посмотрите на Камару Усмана, чемпион UFC в полусреднем весе. Он просто огромен, а я не самый большой даже в своей категории. Кроме того, сейчас легкий вес, самый конкурентный в UFC. На последнем шоу Тони Фергюсон взял верх над Дональдом Серони, после чего заявил, что хочет встретиться с вами. Что вы думаете об этом? Фергюсон заслуживает титульный бой. Не понимаю, почему он отказался от встречи с Холлоуэем за временный пояс. Но не хочу недооценивать Дастина. Он очень серьезный вызов для меня. Сейчас я сосредоточусь на нем, а потом уже буду думать об остальных соперниках. Вы провели свой последний поединок в октябре 2018 года. Насколько часто собираетесь драться в будущем? Лучших условий желать не могли. Нур Магомедов подписал новый контракт с UFC. И встретится с Порьево Будаби. Боец Махабиб Нур Магомедов подписал контракт на три боя с абсолютным бойцовским чемпионатом. Его следующим соперником станет. Для меня ничего не изменилось. Присутствует три шток в ходе раскрутки или нет. Для меня важно выйти в октагон и показать, чего я стою. Не отвечать на провокации. В конце концов, оскорбляют они меня или нет. Однажды клетка закроется, и мы решим все вопросы один на один. Помимо этого, чувствуете какую-либо разницу. Мне нужно искать мотивацию. Это не то же самое, что было с МакГригором. Однако это моя вторая защита, а мне необходимо продолжать работать ради своего наследия. В этот раз мой соперник, Дастин. Готовясь к этой битве, я понимаю, что мне предстоит самый сложный бой в моей карьере. Хотите выступить на турнире и в России? Конечно, но UFC не проводят номерные шоу в стране. Я боец уровня PPV и не могу драться на обычных турнирах. Наверное, я не тот человек, которого нужно спрашивать об этом. Лучше задать этот вопрос Уайту. В Москве и Абудаби одинаковый часовой пояс. Не стоит исключать, что я могу выступить в России в будущем.